всем большой привет вы на канале veta tv и сегодня поговорим о косметике которая имеет запах девочки я не знаю как вам я запахи в косметике очень люблю хотя конечно у меня был такой период когда вот все запахи меня очень-очень напрягали но оказалось что у меня просто были проблемы со здоровьем вот любой запах меня насколько раздражал вообще наверное это знаете такое вот довольно спорный вопрос кому-то нравится кому-то нет у кого-то возможно даже аллергия быть поэтому вот брендом наверное все таки ну они наверное сто раз думает нужно подушку делать или не нужно в общем как то так давайте начнем начнем с вот такой вот палетки i love revolution violet у нее есть запах запах шоколада я так поняла они хотели вот подкосить на шоколадку to face но в общем запах это насколько вот отдаленный да здесь реально немножко шоколадки есть но он насколько отдаленные что вот еле уловим если хотите вот присматривались к этой палетке и боялись что есть здесь запах так он ну еле еле душа в теле можете не бояться и брать вот так она возле меня я например не слышу запаха так теперь давайте тогда наверное посмотрим вот такие вот хайлайтеры тоже i love makeup называется light and glow здесь два таких хайлайтера один желтенький другой более розовенький еще хайлайтеры эти для меня неудачные я их вообще не полюбила они очень быстро замыливается некрасиво смотрится на коже в общем все вот все что можно сказать плохое о хайлайтерах я наверное вот скажу именно об этой об этих вот об этой палетке об этой двушки ну как то вот вот именно на два знаете двушка на два хотя я такие на нее возлагала надежды но надежда умерла первой к сожалению хотя должна была быть последней еле еле заметны они ну в общем такое сияние довольно сдержанные и наверное знаете вот еще эти как и румяна могут пойти здесь есть запах запах белого шоколада вот некоторые девчонки писали что прям ну реальный запах белого шоколада я его не слышу здесь химозный запах не знаю не как-то не очень напоминает это ну знаете плитка такого дешевого белого шоколада там это вот может тогда да хотя выглядит очень красиво очень вот очень красиво но научились они делать упаковки я даже не расстроилась потому что упаковка красивая все равно мне нравится когда я его вижу она не поднимает настроение так теперь покажу вот такой вот этот ламан хайлайтер он тоже имеет отдушку здесь отдушка такая знаете какая-то вот парфюмерная мне не очень понравился хайлайтер он подчеркивает текстуру моей кожи поэтому он не стал моим любимчиком я редко пользуюсь этим хайлайтером и я им не довольна сама текстура здесь офигенно я он такой мягенький он такой приятненький очень класс вот так вот просто пальчиком по его здесь не нравится я его знаете как используют на ключице вот где-то на теле но не на лица там где уже появляются морщины я избегаю этого хайлайтера запаха знаете такой ну нормально я не скажу что уж не слишком он приятен приятен ну в общем потяна теперь покажу вот такое вот тональное средство от риммель вот как знаете как ни странно мне очень понравился здесь запах он какой-то приятный и знаете еще у алекса рудковского с тональным средствием там есть запах манго кто любит манго он кстати тоже очень такой вот отдаленный очень такой нежный запах он не напрягает реально там вот запах этот уместен тоже прикольно ну просто не могла не выделить вот что-то мне так понравился этот запах не знаю покажу вот такую вот еще пудру от everline это банановая пудра пахнет сначала не знаете показалось как-то химозно а сейчас и я вообще не брезгую вот нюхаю очень он неприятнее конечно вообще грандиозную работу провела сегодня чтобы отобрать косметику которая имеет запах я все перенюхала всю свою косметику все разбирала прилаживала в общем получила вот грандиозное удовлетворение нанюхалась еще вдобавок потом вот такая вот палетка вот на мне девочки палетка мне по качеству не очень понравилась некоторые оттенки вот нужно наносить на базу они какие-то вот полупрозрачные а то что наносится хорошо не подходит моему потону кожи и выглядит грязно поэтому палетка для меня лично для моего потона кожи не удачная но здесь такой запах это вообще вот запах чуть такой сладенькая приятная карамелька какая-то в общем очень приятный запах а вот вот этот очень красивый оттенок вот это вот и все наверное вот это вот видите какая здесь передача ну и плюс он очень грязно смотрится на мне вот это вот даже красивейший лиловый оттенок тоже на мне грязно в общем чуть не зашла палетка не зашла но запах офигенно я иногда ее нюхать да видите какая здесь насыщенность в этом очень удобный этот оттенок но он на мне решит ой теперь давайте покажу вам вот такой вот бронзер вот физической форма вообще-то это румяна но я его использую как контуринг он не очень подходит тоже девочки такая здесь хорошая текстура действительно как масло вот я не понимала девочки вот так вот делали говорили о это как масло думаю прям там бы масло и положили знаете а это действительно очень как-то он такой приятный текстура очень приятно и запах здесь кокосом найти когда он мне пришел он как-то мне вообще не понравился по запаху он очень был химозный но я вам скажу это как дорогие духи я так поняла он чем больше у меня лежит чем больше я начинаю им пользоваться тем лучше запах у него становится сейчас он уже мне более приятен хотя конечно я ожидала другого запаха более приятного но в принципе я же говорю уже как-то лучше он пахнет теперь давайте наверно клуд к таким вот запахом которые я просто у меня он придумываешь на состоянии насколько они мне нравятся это вот такой вот бронзер от essence вот это вот для меня кокос как он прикольно пахнет это вообще девочки он тоже очень мягкий но я вам скажу начал засаливаться очень этот бронзер подойдет для девочек со светлым потончиком кожи у меня он 0 1 оттенки нейчера о кстати забыла вам сказать а это у меня плам ровс румяна плам ровс подойдет светлокожим девочкам для скульптурирования лица то есть как скульптор как румяна я его на своем лице конечно не вижу но как скульптор это реально очень круто а ламе у меня 401 оттенок cold если может кого-то вот заинтересовало очень красивый цвет но он засаливается и от этого стал набираться гораздо хуже видите очень красиво тоже подойдет девочкам со светлым потоном кожи с холодным потоном кожи светленьким прикольная вещь но не знаю как он поведет себя дальше поначалу я была в восторге сейчас когда начал засаливаться и уже сомневаюсь советовать или не советовать надо еще попользоваться и посмотрю далее запах который мне очень нравится это тарталетка здесь ваниль запах ванили вообще это такой прикольный запах когда вот кого-то крашу это палеткой сейчас зеркало закрою тут все отражается когда кого-то крашу этой палеткой ну девочки они не сидят спокойно они вот постоянно шутся так пахнет вкусно да какая-то будет ванилька очень и палетка прикольно и запах здесь приятный вот он нравится многим это запах вот у меня вот шоколад ваниль ассоциируется с домом то есть таким вот с тортиками с пирожками чем-то таким теплым хорошим когда вот открываешь палетку с чем-то вкусненьким вот спрашиваешь у девчонок есть ли какая-то аллергия как вы относитесь к запахам если они говорят да не все нормально ты когда открываешь они сразу ой это вообще какой крутой запах всем нравится вообще так еще одна палетка это chocolate gold здесь же запах шоколада вот это вот действительно запах шоколада девочки она уже у меня очень вот много времени находится и вот пользуюсь я ей давненько но запах шоколада все тот же все тут же приятный запах шоколада тоже обожаю эту палетку несказанно я люблю запахи монталь многие конечно говорят что эти запахи они удушающие вот именно чоколад грейди мне нравится монталь нравится абсолют ваниль абсолют так как она абсолютно точно уже не помню как она называется все что там с ванилькой у меня эти все запахи есть и я конечно не хочется людей травить но иногда потравливаю но люблю я сладкие запахи не знаю не могу я без сладких запах а вообще если вы любите вот такое как и я да сладенькое это означает что вам не хватает внимания то есть окружите себя вниманием если хочется чего-то такого сладкого значит нужно где-то искать внимание если некому делить уделите себе сам это во-первых а во-вторых запах ванили он притупляет запах вот не запах а голод чувство голода вот хотите есть понюхайте ваниль и тогда сидите меньше я заметила если я себя вот монталь да надушилась дома сижу себе и когда я сижу за стол во-первых я чувствую себя недешево ну понятно монталь это и есть недешево а во-вторых как-то я заметила что да действительно есть хочется меньше когда вот эти вот много запаха ванили шоколада меньше хочется кушать это для худейших так теперь вот следующая эта палетка тоже от туфейсты даст майчан это пахнет варенье это просто запах ну бомба я вообще в шоке от этого запаха это очень вкусно пахнет очень к сожалению это все не пахнет вот когда вы его уже нанесли а хотелось бы конфетками чем-то таким вот хорошим сладеньким очень люблю эту палетку она меня устраивает и по цветовой раскладке и по запаху и компактности и по красоте это одна из моих самых любимых палеток обожаю вообще люблю туфейсты и я когда купила туфейс вот эту палетку pretty rich я офигела а потому что здесь нет запаха они меня вообще здесь конечно им надо уже писать здесь есть запах а здесь нету запаха я покупала и была уверена что здесь запах она когда не пришла я сразу ее вот нюхать и а там кроме клея да я уже кстати выветрился ничего никакого запаха не было но палетка крутая единственное что да запаха здесь нет ну и знаете хотелось очень еще выделить два блеска все блески они имеют какую-то отдушку ну или большинство но вот эти два блеска это то от чего я реально очень балдею это у меня блеск первый от vivienne sabo оттенок note 2 coco он вообще-то девочки как кокусовое молоко на цвет был просто я уже немножко его закрасила в розовый оттеночек своей помады вариалевской очень он хорошо пахнет здесь необычная текстура он как знаете как бальзамчик как масочка неплохой здесь спонжик такой пахнет жвачка чем-то очень приятно очень вот просто сходите в его и понюхайте очень прикольно пахнет хороший запах нравится не могла просто не выделить и вот этот вот блеск от maybelline 001 оттенки у меня я тоже когда открыла это что-то с чем-то вот у них похоже кстати сможечки это запах какао или что-то такого очень тоже вкусного что-то такое напоминает не этот запах ну в общем ладно неважно тоже девочки вам задание кто любит вот знаете вот когда у меня какие-то там стрессы или как-то вот чё-то я расстроена у меня есть два выход первый выход это колоротерапия то есть сиди разрисовывай или смотри на свои тени на носик на руки на другие места можно даже на те которые не видно или конечно вот это вот запахи запахи тоже вот мы их недооцениваем они тоже повышают настроение и они что-то вот такое знаете они могут водить какой-то вот в транс я когда вот иногда вот нюхаю у меня с каким-то вот хорошие с каким-то запахами очень даже хорошие ассоциации возникают так что вот запахи я тоже люблю обожаю и вам задание найти свои любимые запахи девочки те которые вам нравятся и конечно найти как можно окружить себе внимание и повысить себе настроение на этом все до новых встреч и встретимся мы конечно же в новых видео всем пока